Всем доброго времени суток, ребят. Сегодня еще немножко поговорим, накопилось, так сказать, немножко информации. Думаю, видео будет коротенькое. Все так же воюем, как бы ничего не поменялось. Время идет. Насчет той ошибки, которой я в прошлом видео говорил, про то, что рефайн спадает, а стали не дают. Это, условно, механика игры такая, чтобы, типа, люди не лутали много-много-много стали. В целом оно понятно, но могли бы сделать ее как-то по-другому. Допустим, чтобы, скажем, первый лутается 100%, стали второй 50%, а там третий, я не знаю, лутается по 10 или 5%, 1%. Да господи, хотя бы письмо на почту мне отправьте, что я с него рефайн сбил. Чтобы мне просто, блин, знать, что с него рефайн сбил, чтобы мне не чекать его постоянно, периодически. Так же сейчас отагриваю гоблина, не даю им, соответственно, его забирать, потому что их двое, а эта игра устроена так, что, допустим, что Хилл, что Маг накидывают много дотов, и, то есть, забрать у них очень большая вероятность. Хоть они, как бы, и видели, что он толком не может пробить этого гоблина, но забрать у них, естественно, шанс есть, потому что, ну вот, так игра устроена. Я в режиме гильдии, соответственно, они не в режиме гильдии, потому что они очкошники. Вар прокинуть я не могу, то есть, имеет смысл прокидывать только сразу двум гильдиям. То есть, мы теперь будем кидать вар сутки через сутки, потому что кидать вар только одной гильдии бессмысленно. Так как в той же шахте на руде, то есть, если будет респаться руда, мы будем ее пытаться отжимать, они, соответственно, будут нас атаковать. Дальше я покажу, как это примерно происходит. И садить своего твинка на выкопку этой руды. То есть, ну, зачем это нужно? Типа, нахер оно надо? Видите, то есть, он мобов-то я не пробивает. Это здесь хотя бы стою, хотя бы качаюсь, типа, марки там набиваю, а они тут просто время пролебывают. Поэтому переходим, скажем так, ко всему. То есть, смотрите, что у нас. Прихожу, соответственно, к босику. Бьют козыкашники. Собираюсь его добивать. Несколько раз их уже убил. Ну и, соответственно, уже жду непосредственно, когда, как бы, можно будет бить босика. На что, соответственно, вар им не кидают просто пати. А потом, добив босса, потому что там несколько человек было, естественно, шансы у меня не 100% добивать босса. Так как я не могу рассчитать, скажем, крит своего скилла. Потому что он может критануть, а может не критануть. И поэтому ты просто, ну, условно, надеешься на удачу. И все, когда ты пытаешься добить босика. Потому что, как я уже сказал, ты можешь несколько раз подряд не критануть, а можешь вообще еще и мисануть, как бы, скиллом. Поэтому ты не можешь рассчитать свой урон. Плюс хп босса не пишется, только по полоске ориентируешься. Соответственно, они били босика. Я их там поубивал немножко. Они добили босика. И человек пишет мне спасибо. Типа, за что? За что спасибо-то? Камон. Клоун. Не суть. Дальше переходим. Тут у нас что? Очередной раз пишут, что, мол, давай, типа, будем дружить. Не будем драться. Там вот это все засос. Там 69 и прочее. На Холилэнде походили мы. Дальше еще немножко будет по поводу этого. В общем, вчера мы вообще, короче, по кристаллам утонули просто прям зашибенно. То есть мы одинаково с слюзом утонули. Итого мы утонули 2К за хера челлендж. 1000 плюс за БХ. За Холилэнд полторашка. И за Гильд Риал 860. То есть там чуть ли не 6К алмазов мы утонули за день, как бы, чтобы мы понимали. И переходим еще здесь. Новость такая. Так, где там у нас? О, все. Сдался, что ли? А, понял. Сдались, короче, челики. Минут 20 мы здесь уже стоим. Решили не бить Гоблина. Все-таки решили мопчиков побить. Немножко видеть, как он шикарно бьет этого мопчика. Просто прям. Прямо, прям кетчается вообще, как не в себя. Собственно, переходим к новостям, так сказать. Они обещают сделать какую-то, короче, фишку, что смена каналов в пвп работать не будет. Я не знаю, как они это реализуют. Вот он, видите, да, в анонсах. Как они это реализуют, я вообще понятия не имею. Ну, давайте будем посмотреть. Опять же, здесь идет про смену каналов. А дверцу, как бы, нажимать никто не запрещает. Я так понимаю. Ну, да ладно. В целом-то, как бы, срать. Есть куча, скажем так, механик, где ты можешь... Короче, где-то можешь ничего не терять. Говорить я это не буду. Зачем вам все это говорить? Вот он, соответственно, вар. Сейчас мы музыку оффнем. Вар. То есть, вчера убил 700 человек тут. И так, ну, это сейчас мы будем проматывать. Это не особо интересно. Так, сейчас. И во втором 460. То есть, больше 1000 человек. Рассчитывайте на то, что когда мы идем на межсервер, вар не записывает статистику. То есть, она идет отдельно куда-то там. То есть, она не считается. Я это проверял. То есть, итого я в день, типа, где-то 1500, что ли, примерно, хлопанул, типа, челиков. И, может, даже у нас вот здесь посмотреть. Explosion Arena. То есть, мне осталось... О, я, наверное, сегодня... Нет, сегодня нет. Завтра, наверное, набью и получу себе еще титул. Титул такой себе, конечно. Но, как бы, получить его не так-то уж и просто. На это нужно, как минимум, время. Иди, иди, бей. Че ты в мобов-то бьешь? Не понимаю. Работай, так сказать. И, собственно, переходим дальше к этому. Давайте сделаем так, чтобы она... Чтобы я это потом себе на память оставлю. Так. Волки позорные. То есть, переходим к видео. Что мы здесь видим? Иллюзка, бедный, копает. Копает. Без охраны он копать не может. Смотрите. То есть, один вот. Один здесь. И третий еще там будет. И, по итогу, чтобы вы понимали, они еще позовут сюда людей. То есть, тупо с трех сторон. То есть, пытаются как-то убить Иллюзку. При этом, то есть, отбегая. То есть, кастуя с петов, чтобы не слететь с маунта. То есть, ну, это прям такие-то, я не знаю, короче. Клоуны, я бы их назвал. По-другому. Вот, видите, вот. Смотрите. То есть, подбегает, короче, пробегает и кастует Иллюзку, соответственно, с пета. Скилл. Ну, то есть, ну, просто клоуны. И вот, соответственно, тут сейчас придет еще Фофилл. И в оконцовке мы им просто отдадим Руду. Потому что, вот, пришел этот уже получается раз, два, три. Четвертый, как минимум пять человек. Вот здесь пятый. Где там бежит? Вот он, врывается. Этот бежит шестой, короче, человек. То есть, ну, типа, где-то здесь еще седьмой, возможно, человек есть. То есть, начинается какой-то адовый замес. Типа, за одну кучу Руды, чтобы вы понимали, да? Просто, ну, реально клоуны. По-другому, ну, просто не сказать. Ну, естественно, из-за обилия контроля, который в этой игре, как бы, ну, никак не контрится. Типа, просто приходится выйти отсюда, потому что, ну, драка за Руду, как бы, смысла не имеет. И помечаем, скажем, еще вот так вот нужно сделать. Далее, что у нас тут так? Надо чекнуть, чтобы они ни в коем случае гоблина не забрали. То есть, отагривать вообще на изи. Подбегаешь, соответственно, начинаешь бить. Поскольку дамага у меня гораздо больше, чем у него. Типа, абсолютно легко отагривается. Единственное, что вот эти маги немного имбалансные в том плане, что у них куча вот этого урона, короче, который, как бы, не дает тебе выйти. Если у тебя, то есть, ешки нету вот этого вот скилла, то есть, вот она ешка. Вот, отпрыжка. Если у тебя его нету, то есть, у них есть скиллы, которые не позволят тебе просто выйти оттуда вообще. Это, типа, и балансно, то же самое. Ну, и, как я говорил, много дота. Так, про берсов поговорим позже. Очкошники. Что у нас происходит? Соответственно, видите, вара, их здесь примерно, там, около пяти человек. Типа, они просто терпят, умирают и пытаются отжать у рандомов, которые копают, соответственно, рудку. То есть, фиолетовую рудку они рандомом копать не дают, они их сливают в ПК, я их сливаю у ПКшников. Но, как бы, руда, точнее, ну, рефайн с них не падает, просто не падает. Типа, пытаются драться, но, естественно, драться не получается и, соответственно, они просто нажимают дверку. Но, почему-то, когда я нажимаю дверцу против, там, 15 человек, у них это вызывает прям бурю негодования, понимаете, на этот счет. Но им это можно делать, а вот мне нельзя. Типа, для меня это зашквар дверцу нажимать, а вот для них это нормально. В порядке вещей. Ну, типа, просто такой видосик, что, ну, типа, никто не дерется, типа, я спокойно бегаю, режу всех подряд, а они, как бы, терпят. Собраться с толпой не могут, то есть, нет, тут есть спойлер, они собирались мне как раз с толпой. Я вам сейчас покажу, что из этого вышло. Ну, может, не прямо сейчас, но чуть-чуть по паже. То есть, бегают, копают. Тупо очкошники. Так, что у нас с гоблинком? Гоблин, гоблин. Ля, ну, давай еще раз ограбим. Отагрим. И потом, наверное, дадим ему добить до пол хп, чтобы он, так сказать, разочаровался в себе, по большей части. Потому что, ну, я тут видосик записываю, мобчик оформлю. Опыт, который мне не особо-то нужен. Но, как бы, почему нет? Почему нет? Видите, вот этот скилл, то есть, он накидает несколько дотов, дальше там еще и лужа идет. И, типа, очень сложно у них забрать, то есть, потому что, ну, хп никакого нету. Ты можешь промахнуться скиллом, можешь не критануть и так далее. Да-да-да, так, зомби. Чел на софте, тел на боте. Давайте, наверное, зомби. То есть, что у нас происходит? У нас есть две руды. И они, соответственно, бегают туда-сюда. Там, на другой стороне вторая руда, которая копает иллюз. Копать ее не дают, то есть, мне не дают. То есть, ну, я, конечно, могу, типа, забить и начать копать. Но они сейчас там отожмут. Один будет копать. Какой-нибудь твиночек, там, или еще кто-нибудь. И далее, соответственно... Короче, это смысл давать им копать. Типа, проще бегать, подраться. Типа, мне-то, наоборот, нравится бомжей убивать. Типа, почему нет. Но, понимаете, проблема в том, что... Рефайн с них не падает. То есть, они ничего не теряют. Они просто тупые зомби. Реально, игра больше напоминает, блин, какой-то survival, блядь. Переживи, блядь, волну зомби, нахуй. Видите? Типа, зачем драться? Он пошел копать. Типа, и у них задача выкопать руду. И как бы все в этом деле. Сейчас он просто нажмет дверцу. Да. Все, он просто нажал дверцу. То есть, им нажимать дверцу можно. Нам нажимать дверцу нельзя. Нельзя. Они начинают ныть в чатик сразу же. Ой, опять дверцу нажал. Вот это вот. Ну, просто, типа, я не знаю, клоуна. Если бы, говорю, терялись бы проценты в этой игре, мы бы войну давно выиграли. Они бы все стояли бы в пиззоне. Понимаете? Никто бы не фармил. Они бы все сидели бы и смотрели за своими чарами. Вот этот замес, как бы, чтобы вы понимали, длился больше 13 минут. То есть, я не с самого начала все это начал заснимать. Их тут периодически больше будет переходить. То есть, сейчас, пока их еще мало. Просто промотаем. То есть, ну, зачем вам... Ну, в целом, хотя, типа, если вам хочется посмотреть, прям, фулл замес, я, наверное, даже могу это на YouTube выкладывать и потом, типа, сделать какое-то отдельное видео. Ну, или просто где-то ссылками поделиться с вами, чтобы вы смотрели все эти замесы. Потому что, не зря же я себе терабайтник взял, да, правильно? Потом будет, чтобы вспоминать. Вот, соответственно, я храню все это в записи, чтобы, ну, смотреть, как я прогрессирую, к тому же, типа, смотреть за, так сказать, своими ошибками. То есть, ну, работа над ошибками, так сказать, будет проводиться. Также, соответственно, можно будет посмотреть, кто сколько тебе бьет. То есть, кого в первую очередь заливать там и так далее и тому подобное. То есть, как вы видите, да, то есть я там пришлось выйти, там, типа, людей все больше и больше, их очень много. То есть, вы видите, они там на голдовых маунтах бегают там. И НРД тем временем босика забирает на ФК, потому что, блин, у нас замес, нам не до этого, нам весело. Ну, мне весело точно, я вот прям одно могу сказать. Мне было очень весело вчера. В шахте 59-й мне очень сильно понравилось. То есть, кто-то стоит, куколдит, смотрит, что происходит. Кто-то копать пытается, вот этот твинчик, то есть, если им вар не прокидывать, а одновременно двум, то есть, в шахте подраться крайне мало смысла. Потому что они твинчиков садят, копать, и тогда уже дерутся самостоятельно. А тебе только в ПК-челов заливать. И тогда с тебя Лефайн как бы будет постоянно падать. Ну, и вот, как бы, все. Вроде конец замеса, и они все выбежали отсюда. То есть, ну, замес как таковой кончился, все, они сдались. Так, что у нас тут? Надо посмотреть этого. Гоблина. Не будем же мы ему отдавать его, да? Зачем? Нам нужно его оттагрить. Ой, я тут еще похилил его. Конечно, похилить надо. Жалко, правда, не помогает. Типа, хил. Ой, ой, ой. Видите, и контролит его. Контролит. Не дает его оттагрить. Блин, да, он все равно оттагрится. Ну, шо? Бейте, бейте. Теряйте время. Я пока простою видео, позаписываю. А, да, и, так сказать, покатчаюсь. Почему бы и нет, да? Обидно, наверное, гоблина-то. Уже 40 минут почти, типа, херней занимаются. И смотрим, значит, так. Типа, представьте себе вот ситуацию, да? Типа, этих шахтеров, короче, пыль в глаза попала. Они получили баф силу берсерка. И вот это начинается. Типа, здесь мы дрались тоже где-то минуты на 15. Здесь резнулась две пачки руды. Их здесь очень много будет. Мне здесь будет очень тяжело. Но, блин, это очень весело. То есть, блин, вот с контролями бы что-то в этой игре сделать. Потому что, ну, и с хилами, типа, с щитами. Потому что, блин, пробить очень сложно. Челиков, когда их много. Здесь, типа, 2-3 хила. Паладины и вот эти берсы. Это просто забей. Просто забей. Обратите внимание, что вот, как бы, вот тут вот. Сейчас, наверное, чуть-чуть дальше. Вот, вот тут вот копает челик. И это, как бы, живой челик. Вот, чтобы вы понимали. Это Васаки копал. Просто спальтерно. Он, как бы, хочет мира со мной уже. Написывает иллюзию. Давай, может, мы, мол, драться опять не будем. Я, типа, за метом, все дела. Мир, жвачка. Дружба. Понимаете, да? То есть, а вот это бомжи, которые бегают и в тебя суицидятся. И, ну, то есть, ну, как? Вот объясните мне просто. Ну, типа, что это за игра, когда, вот, ну, в таком количестве они в тебя суицидятся? В таком количестве. Но при всем при этом они ничего не теряют. Вообще ничего не теряют. То есть, смотрите, сколько здесь бегает. Просто. Да, одного я убил. Раз, два, три, четыре, там, пятый сзади бегает. Их сейчас только больше будет, понимаете? Их здесь потом еще, они стягиваться будут. Я не знаю, у них там, наверное, паника была какая-то. Я не знаю, сбор. Обратите внимание, вот видите, слева чел. Чел копает. Они его тоже будут сливать. Это тоже какой-то твинчик. А может быть даже мой. Который копает, как бы, рудку. И, типа, я не против копать. Я, вот, зато, лишь бы, вот, я, типа, на говно готов снизойти. Лишь бы, чтобы, вот, им ничего не доставалось. А на то, что, как бы, мне ничего не достается. Ой, да, это, как бы, не важно. Давайте просто не будем допускать этого момента, чтобы, соответственно, челик даже имел, так сказать, возможность набить, ну, или добить этого гоблина. Давай, давай, гоблин. Ну, давай, братишка. Пойдем, пойдем. Я тебе покажу тут кое-что. Псс, гоблин, иди сюда. Гоблин, ко мне. Так, все, качаемся. Продолжаем, соответственно, просмотр. А, ну, и вот меня даже убили, представьте. Закусали тупо. Тупо закусали. Хотя, по сути, такого быть особо не должно. То есть, там, как бы, объяснить. Типа, был бы я каким-нибудь, я не знаю, берсом. Ух, я не знаю, типа, что бы с этими людьми было бы. Или каким-нибудь этим. То есть, обратите внимание. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. Как минимум, семь человек. То есть, ну, они не помещаются, блин. Типа, раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. Ну, семь точно. Три, четыре, пять, шесть, семь. Там еще один копает. Возможно, это не все. То есть, там дальше больше будет. То есть, тупо, в виде труда, стоит, типа, копать, копать. И, типа, ну, ну, ну. Ну, это просто сумасшествие какое-то. Просто, я не знаю. Типа, просто суицидится. Понимаете? Суицидится. Просто суицидится. И ничего не происходит с ними. Они ничего не теряют. Контроли бесконечные. И не важно, что. Типа, они просто проходить на тебя будут всегда. Понимаете? Ну, типа, у берсов контроли вообще сумасшедшие. То есть, у меня есть опрокид. Я, блин, не с каждого раза чела опрокидываю. То есть, стоит ли вообще говорить о том, что у меня резиста и контроля. То есть, где-то, наверное, этот. Сейчас покажу. Так. Где же ты где? Вот. All status res и All status hit у меня выше, блин, чем у них. Не говоря уже о том, что здесь есть еще дополнительные стан res. Там, стазис res, кнопап res и так далее. Понимаете? У них однозначно он меньше. Типа, ну, это к бабке не ходи. Просто банально. Потому, что вот эти медальки дают эти самые All status res и All status hit. Понимаете? А у них, как бы, там, ну... Короче, это даже, ну, типа... Это, ну, просто в голове не укладывается то, что у тебя какой-то... Какие-то чели, нубы, да? Возьмите ту же самую, там, мир 4, да? Никогда там такого... Такой херни с контролем не было. То есть, да, базар аннулись. То есть, я там, типа, бьют там 30-40 человек. Ну, условно. Типа, в тебя хоть один контроль-то проходит. Но там, блин, хотя бы давали выйти. Там хотя бы у тебя была ешка, что ты мог нажать ешку, находясь в контроле. Понимаете? И выйти из него. Здесь такой, блин, функции нету. Это очень плохо. Ну, и, соответственно, давайте перейдем дальше. Там, вторая часть. Здесь она чуть дольше, по-моему, будет. То есть, сейчас давайте с самого начала мотанем. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. Как минимум, семь. Человечков. Да? Здесь как минимум два хила есть, как бы. То есть, того челика они убили. Типа, я не знаю, просто какое видео первое. Типа, Берса или вот это с красными глазами. Точно не скажу. Но, блин, это, блин, очень и очень и очень весело было. То есть, здесь я уже, как бы, приготовился, так сказать, выходить. Потому что, ну, блин, из контроля можно и не выйти. Но стоит нажать, типа, там, пару скиллов, типа, и ты отхиливаешься уже. Все, ты уже понимаешь, что вроде бы нормально. Хилимся, живем, как говорится. Вот, соответственно, и все. Здесь, кстати, на самом деле, вот, допустим, того же лайфстила не хватало в этом самом. В-4. То есть, не, точнее, в мир-4. То есть, вот здесь еще один пришел. Вот этого челика не было. То есть, как минимум, здесь еще плюс одинчик есть. И они постоянно умирают. Постоянно умирают. Типа, тилл стоит хилиться. Типа, контроль на него не действует. Бегают, там, контролят, стараются. Но, блин, ничего не получается. Типа, челики умирают пачками. Просто пачками, понимаете? Пачками мрут. Типа, твинг бьет твинка. Чтоб копать рудку. Типа, челики просто мрут, мрут и все. Кстати, я этот, по поводу, вот, когда я выбью с четкого рефайн, ребят, я просто открою шампанское. Потому что это просто будет праздник какой-то. Либо с четкого, либо с кирита. Почему? Потому что челы, вот, что кирита, что четкий. Типа, на каждую войну, типа, умирают, там, ну, примерно около 100 раз, чтобы понимали. И, ну, суммарно я уже говорил, что смертей у них, там, порядка тысяч, а то и больше. И ни разу с них рефайн не выпадал. Ну, просто вот везучие челики и все. Ну, я, ну, я просто, я не понимаю, как это объяснить вообще. Почему с них рефайн падает? Просто я не понимаю. То есть, одну рудку уже выкопали, блин, понимаете? И все, смотри, и бежать. Бежать тупо. Тупо бегите, бегите. Вот, дверцу нажал. А шо ж ты дверцу-то нажал, а? Почему так происходит? Почему вам дверцу можно нажимать, а мне нет? Типа, понимаете? Типа, если бы вы теряли бы проценты, я бы эту войну давным-давно бы выиграл уже. Давным-давно, понимаете? Вы бы уже давным-давно бы слили бы себе несколько левелов. И просто перестали бы этой хереней заниматься. И гостились бы где-нибудь в городе, а не в шахте, понимаете? И смотрите, типа, ну, то есть, с вещами на выход, типа, то, что дверцу нажал, типа. Пукан разгорелся. Нет, типа, я получил море удовольствия вот за этот файт. Почему? Потому что противников было очень много. Ну, как бы, а я один, как бы, понимаете, да? Типа, это реально весело было. Очень весело было играть. То есть, я понимаю прекрасно, что они слабее меня, там, да. Но давайте объективно им быть. По сути, если бы челы были нормальные, то есть, они вообще в целом могли не умирать от меня. Почему? Потому что есть щиты, чередующиеся, да? Есть там контроли, куча. И они просто могли кайтить меня. Банально кайтить, понимаете? Кайтить. И не умирать. Но они слишком казуальные, так сказать, челики. Поэтому, зачем им это нужно? Видите, да? Чел старается, старается. Блин, а вар я прокинуть им не могу. Потому что я уже говорил, что нет смысла кидать чел варом только одним. Ждем, круче, 18 часов и прокидываем вар сразу двоим. То есть, мы будем кидать вар сутки через сутки. Естественно, там кто-то уже пошутил про шуточки про завод, короче, залетели коры. Ну, как обычно. Типа, они в своем репертуаре петросянят. Петросянят. Ну, и, соответственно, чат немножко показывает, что вот, смотрите, вот, типа, сколько вот челов убил просто. Рифайна не падает. Зачем? Поэтому они бегают, суицидятся. Ну, и, так скажем, посмотрели, да? Идем дальше. Наверное, видео все-таки долгое будет. Тенуся в те же замес. Давайте сначала с шахтами, так сказать, закончим. Что у нас тут? А, вот, здесь тоже, как бы, драка за роду очередная. Очередное, как бы, количество людей, там, около десятка. То есть, кто-то там рудку копает, кто-то дерется, как бы. Просто, ну, количество людей, вы посмотрите. Типа, это просто сумасшествие какое-то. Хз, это просто выходишь. Типа, и вот такие замесы, типа, вчера их было прям просто тьма-тьмущая, я бы сказал. Мне очень понравилось. Прям вдыхают, так сказать, в игру. Игра играет, заигрывает, так сказать, новыми красками. То есть, вот то же самое. Ну, просто, какое количество, мать твою, людей. Понимаете? Пытаются бегать что-то. Жмут кнопочки, там, жабка, там, атакуются. Просто жесть какая-то. Чудеса. То есть, ну, естественно, отлетают. И, ну, как я уже, опять же, сказал. Почему, допустим, вот моя политика такая, что я не дерусь до конца? Потому что, блин, мне 10 смертей достаточно, чтобы с меня, там, хотя бы раз рефайн выпал. А для них же вообще плевать. Они сотнями раз могут умирать, с них рефайн не падает. То есть, когда у нас вар, типа, там, ну, очень много люди умирают. То есть, можете посмотреть самое начало видео, где я показываю все это, да? Там очень много всего. Всего вот этого. И рефайн с них не падает. Так, что у нас тут? У нас одинаковое? Да, одинаковое. А здесь, соответственно, вот этот некрофос, это чар Киросуки. Ни для кого не секрет, да? И чел просто на боте играет. То есть, это не ручки. Это не он руками жмет. То есть, чтобы вы понимали, то есть, видео идет 10 минут, да? И вот 10 минут, соответственно, я его убиваю. Естественно, рефайн с него также не падает. То есть, почему он на боте? Потому что, смотрите, он просто встает сразу же. И бежит. Эти действия идентичны всегда. И даже, я вот даже в видео где-то я покажу, что я его пропустил специально, чтобы показать. Бам, так сказать. Что происходит. То есть, ну, он автоматически идет на автокопку. Это чел анреалити, типа, научил челов, как пользоваться всем вот этим. То есть, вот 62 раза чел умер, рефайн с него не слетает. И баночки, как бы, нарез ему не нужно показывать, что этот чел ничего мне не пишет. Но, как бы, вы сами понимаете, да? Что, убив количество вот такое раз человека, да? При этом он выполняет одни и те же действия. То есть, ну, нормальный человек бы уже давно-давно бы написал, типа, блин, на что ты от меня вообще хочешь? Ну, или сменил бы место. Обитание, так сказать. И вот он просто бежит и... И копает. То есть, встает сразу же. Или не в этом, или в следующем видео. Где-то я напишу. Точнее, пропущу его, так сказать. Вот. Типа, это же то же самое видео. Это до того видео. То есть, он не убегает. Он просто бегает на автокопке. То есть, так, секундочку, секундочку. Там, как бы, гоблин уже, наверное, умер. Гоблина. Друзей позвали. Бафомета. Друзей позвали, блин. Уже трое, короче. Сейчас, походу, добивать придется. Друзья, так. Меня кто-то стянул, что ли? А, блин, у меня автобой включен. А я тут думаю, что происходит. Давай, давай, братишка, братишка. Братишка отагрился. У-у-у-у. Еще людей зовите. Может, все-таки попробуем подраться с вами. Нет, вар там, прикиньте. То есть, чтобы вы понимали, то есть, я им писал. Киньте варочь, кошки. Типа, у тебя начинают вот это вот. Типа, Дрики, это просто прям отдельный вид искусства. Это прям Петросян в его юные годы. Как бы, на каждую фразу что-то пытается пошутить. То есть, просто, чтобы понимали, то есть. Шутки про завод, естественно, там вот это все. То, что сутки через сутки. Они, кстати, чтобы вы понимали, ну, вар просто не кидают. Зачем им это делать? И, соответственно, возвращаемся к нашим баранам, так сказать. Вот, я его пропустил специально. И он просто бегает, ищет труду. То есть, я сейчас вернусь. И он, как бы, опять. То есть, он не пытается убежать от меня. Ну, никак не пытается. Чел просто на софте бегает. Чтобы вы понимали. То есть, мы играем против ботоводов. Против осуждаю, естественно. Понимаете, какое слово я имею в виду. Под осуждаю, да? То есть, вот против таких челов, как бы, мы и играем. Боремся, так сказать, с несправедливостью. Понимаете? Типа, я, кстати, вот. Давайте даже немножко поразмышляем. Типа, над тем, что. Типа, я не против дошиков. Чтобы понимали. Ой, друзей, друзей позвали. Давайте больше бомжей. Больше бомжей. Больше бомжей. Я вас в пве билде сейчас буду разваливать. Давай-то. Че ты бегаешь? Один бегает, куколдит, короче. Ну, типа, и че? Ему норму. Вот он сейчас канал сменит. Им почему-то можно менять каналы. Мне же нельзя этого делать. Ладно, в жопу этого. А, меня еще контролят. Ну, да, да. Давай, мы же подеремся тогда, что, раз ты уж контролит. Начал, нет? Драться не хочешь? Нет. Видите, да? Что делаю? То есть, сколько здесь людей было? Человек 5-6. Били гоблина почти, ну, около часа. Я даже его похилить потом. Вот тоже, типа, идиотская система. Если ты стоишь на автомобиле, если у тебя есть пет, да? Он бежит, типа, хилить челика. Просто, чтобы понимали. Уровень игры. И ты, блядь, не можешь эту хуйню отключить. Просто не можешь, и все. Возвращаемся к нашим баранам. Типа, понимаете? Типа, если бы я хотел дошить, да? Чтобы в этой игре, типа, сделать максимальный профит. Я бы просто остался бы на уровне 49-й шахты. Почему? Потому что в среднем за копку фиолетовой руды дается примерно 80. 80 скилла, понимаете? И суть в том, что ты в 49-й в соло можешь копать ее примерно, ну, 24 на 7. Не считая, соответственно, ночью, когда руда вся уходит. То есть тебе не нужно прогрессировать, 10-го рефайна тебе достаточно. И, типа, гораздо проще сделать побольше чаров на разных серверах и тупо бегать копать. Ну, либо же, соответственно, купить софт от Unreality, да? И, как Хиросуха, соответственно, на боте бегать копать. Чтобы вы понимали. Вот и все. Как бы просто я не понимаю, типа, зачем вот эти дошики, типа, Джинару, лезут в топ-кланы, пытаются быть кейлами, если они нули в целом. Ну, просто нулевые чилики. Типа, вот этот клоун, который пытается, типа, у него мобчик парочку отжимать. Ну, типа, что? Ты думаешь, вот, я, типа, обеднее того, что тебе моба отдам или что? Ну, посмотрите, сколько он моба сносит, типа. То ли я там, да, там, случайно плюшка залетела на пол-хп. И этот чилик там усерляется, там. Просто прям, смотрите, как он прям пытается бить. Бить. Наверное, выстрелили в чат что-нибудь, нет? Не. Ну, выстрели, но не сейчас. В общем, ребят, на этом видео заканчивается. Что вы думаете по этому поводу, пишите в комментариях. Давайте обсудим это. Всем счастливо, всем пока.